Праздничное убранство в фойе театра настраивает на новогодний лад. Фигурки ангелов будто наблюдают за маленькими посетителями. В такой обстановке Насте захотелось сделать фото на память. А в это время за кулисами финальные приготовления. Молодой актер Алексей Горбунов листает книгу сказок. С нее-то и начнутся приключения главного героя Буратино и его друзей. Долго тренировались? Да, конечно, это два года точно на это надо потратить. Ну, в театральном институте. Вот. То есть держать уровень, смотреть взгляды, точки. То есть это достаточно сложно. А кому легко в начале этой театральной сказки? Ведь Карабас-Барабас заколдовал великую книгу сказок. И все они перепутались. Ну вот и все. Книга теперь моя. Теперь все сказки мне и власти. И все известные юным зрителям и тем более их родителям герои на сцене. Для Даниила Чернова это режиссерские дебюты. И только после премьеры он поясняет, почему кукол так много и все они собрались в одной постановке. На самом деле это куклы из разных других спектаклей. И те куклы, которые нам понравились, мы ходили и выбирали. Те, которые нам приглянулись, мы их просто брали к себе. Веселую пьесу написал известный актер театра Дмитрий Войдок. В игровой форме популярные персонажи общаются с залом прямо во время спектакля. И ответ на этот вопрос и перипетий самих приключений оставим за кадром. Финал известен. Добро все еще побеждает зло. И Настя, главный герой Бюратино, похоже, заполнился больше всех. Он пытался спасти всех друзей из его театра. У него получилось это? Да. Оставшиеся дни декабря и первые 9 января этот спектакль идет в режиме нон-стоп. Мы зовем в гости всех, потому что Новый год это праздник для всех. И семьи с детьми, и просто школьников, и бабушек, дедушек. И всех-все-все, и гостей города к нам приезжают из разных городов, записываются, чтобы попасть к нам на спектакль. За период Нового года мы покажем 231 представление. Билетов в продаже уже нет, но ведь чудеса случаются. Евгений Нифанов и Юрий Дорошенко. Антенна 7.